Давайте поприветствуем нашего первого гостя, экономического аналитика, специалиста по нефтегазовому рынку, журналиста, историка и востоковеда Михаила Крутихина. Михаил, приветствую вас. Добрый день. Да, вы знаете, у вас длинный такой титул, но не даром я его сегодня зачитал опять-таки полным, потому что я думаю, что задействуем все ваши качества, умения и экспертизы в ходе нашей дискуссии. И я предлагаю начать вот в отчете Минфина, который вот триумфально заявил о рекордных нефтяных, якобы нефтяных долларах, якобы рекордных. В августе, когда доллар подскакивал выше 100 рублей, а евро стоил дороже 110, казна получила рекордный за 15 месяцев объем налогов на нефть. За месяц государству удалось собрать с нефтяник более 745 миллиардов рублей, а налога на добычу полезных ископаемых почти на 200 миллиардов больше, чем месяцем ранее. Также увеличилось поступление экспорта пошлины на нефть, совокупные нефтяные доллары достигли максимума с мая 2022 года. Ну и каждый рубль роста курса, то есть при каждом добавочном рубле в связи с ростом этого курса, приносит в бюджет около 100-120 миллиардов рублей дополнительных годовых доходов. Так оценивает эксперт Bloomberg Economics Александр Исаков. Ну а после девальвации бюджет получит около триллиона рублей нефтегазовых сверхдолларов в оставшиеся месяцы года. Да. Михаил, вот как вы оценили столь триумфальное, такое оптимистичное заявление Минфина, что они тут недоговаривают и, возможно, скрывают от нас? Я смотрю, там какая-то путаница рублей с долларами. Ну хорошо, получил бюджет больше рублей. Примерно при том же самом уровне налогов, который был и в предыдущем месяце. Но если пересчитать в долларах, курс-то очень сильно изменился за месяц. То есть долларов получили намного меньше, чем получали месяц тому назад. Это раз. Дальше говорится о том, что какие-то доллары получили за экспорт. Это как? Вот в Китай, например, экспортировали нефть и газ. Газ по трубе силы Сибири. Там в юанях некоторые расчеты просто в рублях шли, а так вообще в юанях. Теперь из Индии шли не доллары, из Индии шли индийские рупии. В некоторых случаях индийцы умудрялись пересчитывать их в юанях и опять передавали в Россию юани. Где там доллары? Вот вы мне скажите. Мы смотрим на рынок, на финансовом рынке в России дефицит долларов, то есть их нет. Когда Центробанк и правительство говорят, вы знаете, для того, чтобы поддержать курс рубля, мы будем проводить валютные интервенции. Ой, как интересно, думаю. Это значит, появились откуда-то доллары. Они пойдут. И вот курс доллара, он наверняка закрепится на более низкой отметке. Рубль укрепится. И потом тут же в этом же сообщении говорится, мы выбросим дважды, двумя большими порциями на рынок юани. А доллар-то здесь при чем? То есть, когда мы начинаем пересчитывать все это в нормальные твердые доллары или евро, у нас получается, что большой прибыли у России нет. Нету не только потому, что вот с курсом тут начинается пропагандистская какая-то игра, которая маскирует реальное положение дел. А еще и потому, что Россия сократила и очень сильно сократила экспорт нефти. Вот сначала она за месяц сократила на 500 тысяч баррелей в сутки. Затем сказала, до конца года, вот каждый месяц наше сокращение будет 300 тысяч баррелей в сутки. Это вот мы будем меньше долг. Ну, мы чувствуем, вот в России чувствуется, что цена российской нефти, она несколько повысилась, она превысила даже тот самый потолок. Ну, а объемы-то, они же сокращаются. То есть, якобы по воле самого правительства, которое хочет вместе с Саудовской Аравией поддержать цену на рынке, стабилизировать рынок. А на самом деле просто Россия, ну, как бы исчерпала значительную часть своих рентабельных нефтяных запасов. То есть ту нефть, которая в добыче, себестоимость у нее маленькая, и можно вполне на этом еще получать какую-то прибыль. То есть, когда мы складываем все вместе, курс рубля к доллару, когда мы смотрим, что там и долларов-то нет, а есть юани и рупии, когда мы смотрим, что общий объем нефти, которая пошла за границу, он резко сократился, когда мы видим панические заявления членов правительства о том, что в России наметился топливный голод, что идет кризис, что не хватает топлива для проведения уборочной страды в южных районах России. Объявляется чуть ли не чрезвычайное положение по топливу в оккупированном Крыме в южных районах России. Сейчас дело докатилось до Самарской области, где тоже не хватает топлива. Дальше мы смотрим на Дальнем Востоке, объявляют, что топливо не достает. Это в стране, которая великая нефтяная держава, у которой мощнейшие заводы по переработке нефти, по изготовлению собственного дизельного топлива и бензина, и вдруг чего-то не хватает. Мало того, можно было бы представить, что нефтяные компании все это топливо отправляют, вот нефтепродукты отправляют за границу. Так нет, за последний месяц опять по последней статистике объемы экспорта дизельного топлива и бензина уменьшились, а не увеличились. То есть в стране катастрофически скоро будет не хватать нефти вообще. Потому что добыча сокращается. Да, я знаю, постоянно в своих интервью вы это подчеркивали, добыча сокращается и, собственно, новые месторождения сейчас, ну нет возможности технических их разведывать. Судя по всему, об этом мы будем чуть позже поговорить. А вот смотрите, недавно в своей программе мы говорили с экономистом Липсицем по поводу того, что большая какая-то запредельная цифра россиян в духе рессентимента считает, что доллар должен упасть со своего пьедестала такой глобальной валюты. Тем не менее 60% россиян держат свои сбережения именно в долларе. А вообще феномен сбережений в тех же юанях и рупиях, он вообще имеет какое-то место? И есть ли у него какой-то потенциал? Вообще можно себе это представить, что Путин сможет убедить россиян начать как-то диверсифицировать свои портфолио, скажем так? Ну посмотрите, в рупиях. Вот нефтяные компании, которые продавали в Индию нефть, они все меньше и меньше нефти за последние 2,5-3 месяца продают в Индию, потому что какой смысл получать рупии? А рупии, ну да, можно что-то в Индии приобрести, медикаменты, компоненты медикаментов, например. Еще что-то можно приобрести. Они делают потрясающие слоны, знаете, такие слон в слоне из одного цельного камня, то есть как бы сувениры потрясающие. Ну да, можно чай покупать, тем более, помните, такой был индийский чай, где на самом деле было от 10 до 20% индийского, остальное веники, выращенные в Краснодарском крае. Но вот да, можно что-то покупать, конечно, в Индии, но все равно объем этих закупок, он в 10 раз, судя по всему, меньше того, что вот можно получить в рупиях за российскую нефть. И поэтому индийцы опомнились и перестали покупать столько нефти. И российские компании поняли, что накопленные на каких-то счетах рупии, им не удастся конвертировать в твердую валюту и даже просто в рубли. То есть вот здесь, а смотреть, что если какой-то рядовой российский гражданин будет свои сбережения держать в рупиях, ну покажите мне этого гражданина, интересно было бы посмотреть. Да, некоторые считают, что юани. А юани вы можете перевести во что-то твердое? У юани твердый курс, хороший курс? Нет, оказывается, китайские власти умышленно держат курс юани на самом низком уровне, на который только можно. Почему? Это поощрение экспортеров. Они тратят дешевые юани внутри стороны и продают какие-то товары за границу, где рассчитывают получить твердую валюту. И поэтому курс юани держится очень низко. Тот же самый низкий курс российского рубля, он очень выгоден экспортерам. Они расплачиваются дешево. Вот бюджет у нас, смотрите, какие большие приросты российского бюджета, траты пошли, крупные зарплаты в России повышаются, как я слышал, чуть ли не на 20%. Так зарплаты-то эти выплачиваются дешевым рублем, а получить дорогой доллар за экспорт все труднее и труднее. Тем более, что зарубежные банки на корреспондентских счетах, где есть доллары какие-то, там эти транзакции не проводятся, потому что это российская компания, там есть санкции, есть долларовый голод. Да, вот по таким очень умозрительным подсчетам у российского населения где-то 227 миллиардов долларов накоплено под подушкой во вкладах и так далее, именно в долларах. Не видно, что там, ну, возможно, часть в евро там есть, но когда мы видим четверть триллиона долларов в руках российских граждан, не в рублях, то доверие к рублю и недоверие к доллару это только пропагандистские фокусы, или вот я знаю пару экономистов, так называемых, даже академика одного, который вот до сих пор предрекает крах доллара и процветание рубля и всех остальных валют, ну ладно, пусть себе дальше предрекают. Но по сути, то есть любые заявления представителя Минфина это вот сродни с заявлением Коношенкова от Минобороны, да, то есть и к ним такая же степень доверия и не больше, я правильно понял вас. Ну, мы еще МИДовских представителей вспомним с их заявлениями. Ну, а как? Вот правительство врет, врет всегда. Когда говорится, что какие-то гарантии правительства, вот за всю историю существования, ну, я помню тоже, я не первый год на земле живу, это еще советские, помню, финансы, которые существовали. Единственные гарантии, которые государство в нашей стране кому-то дает, это вас обязательно обманет это государство. Михаил, ну, еще вот по поводу государственных облигаций и рынка российских государственных облигаций, с помощью которых, собственно, этот Минфин и занимает деньги для покрытия дефицита бюджета. Вот, судя по всему, этот рынок охватила волна буквально панических таких распродаж и индекс цен облигаций федерального займа на московской бирже, например, вот падает уже три месяца практически без остановок, а в среду, 6 сентября, опустился до отметки вообще 122,34 пункта. Это минимальная отметка с апреля прошлого года, завершив в минусе 13 из 14 последних недель. Самый длительный это период устойчивого падения с конца 2014 года. Вот Андрей Хохрин, это генеральный директор Evalgo Capital, он говорит, что рынок газдолга идет на панику, и чем ниже цены облигаций, тем выше их доходность, а это значит, что занимать деньги для бюджета Минфину приходится все дороже. То есть сейчас рыночные ставки добрались до 11,5%. О чем говорит эта цифра, насколько она может быть опасной для путинской экономики? А это значит, никакого доверия к государственным обязательствам и государственным облигациям нет. Вот посмотрите, какой парадокс. Вот существует государственный трежерис, так называемый, в Соединенных Штатах Америки. И когда там вдруг понижается процент доходности этих облигаций, особенно долгосрочных облигаций, то все говорят о высоком доверии, о твердости этих облигаций, что даже на низком уровне доходности есть полная уверенность в том, что они будут и дальше сохранять свою ценность. Как только повышается какой-то процент доходности, так возникает подозрение, что что-то тут дело не вполне, что-то не совсем мы доверяем своему собственному правительству. А в России как раз все наоборот. То есть панические настроения, это значит, давайте распрощаемся с этими облигациями, потому что это может оказаться такими же бумажками, как знаменитый государственный трехпроцентный займ сталинского времени. Да, кстати, интересное на самом деле сравнение, об этом тоже так промелькнуло у меня в сознании. Ну вот, если мы сейчас говорим про котировки премиального бензина Российской Федерации, они выросли менее чем за две недели на 10%. И на питерской бирже тонна А-95 достигла 75 тысяч рублей. А в начале августа цена едва превышала 67 тысяч. Если сравнивать с ценами в начале года, то подорожание составило 74%. Но из-за рекордового роста цен на бирже в регионах наблюдается нехватка топлива. Вы об этом уже сказали. Если ситуация усугубится, это может привести к разоритию независимых АЗС, собственно. Однако некоторые так называемые эксперты, вот хочу узнать ваше мнение, насколько вообще их мнение более оптимистично может иметь место. Они высказывают такие прогнозы, собственно, более оптимистичные, объясняя подорожание тем, что экономика больше ест, а значит и, соответственно, растет. Да нет. Ну тут самая главная причина того, что цены на внутреннем рынке на топливо растут, особенно биржевые цены растут. Вы представьте себе сейчас, это 75 в пересчете. У нас получается 75 рублей за килограмм бензина. Ну бензин литрами меряют, пусть не 75, а получается, ну давайте грубо скажем, 68-70. Вы видели 68-70 на АЗС? Но нету таких цен. А значит те, кто будет продавать по такой цене, они разорятся. Если это дочерние компании крупных-крупных нефтяников, там, Лукоил, Роснефть, Татнефть, они как-то компенсируют эти свои потери, потому что, во-первых, нефтеперерабатывающие заводы им принадлежат, и у них есть какая-то прибыль за счет экспорта. Значит, где-то они могут из другого места компенсировать эту потерю. А одна из главных причин – это решение правительства урезать вдвое компенсации нефтяникам за то, что они продают на внутреннем рынке топливо по более или менее приличным ценам, пристойным ценам. Их нужно компенсировать, потому что, ну, есть цена, нормальная рыночная цена, они эту цену не соблюдают по просьбе правительства. А правительство поступает хитро, два раза в год оно повышает акциз на топливо и говорит нефтяникам, да, вот мы с вас слупим больше налогов за это топливо, но вы, пожалуйста, держите цену на прежнем уровне. Ну, что делают нефтяники? Они либо продают эти продукты за границу, либо не посылают свою нефть на нефтеперерабатывающие заводы под предлогом профилактических работ, там, еще каких-нибудь остановок, и гонят эту нефть, опять-таки, за границу, или просто в России, кстати, и сокращается добыча нефти. Возникает дефицит. Дефицит возник сначала, ну, действительно, из-за того, что топливо шло на нужды войны в южных районах, в оккупированном Крыму, а потом уже перекинулось, вы посмотрите, три нефтеперерабатывающих завода Роснефти в Самарской области, а там дефицит топлива на АЗС. Или два дальневосточных перерабатывающих завода в Комсомольске и в Хабаровске, а там начался дефицит топлива, опять-таки, на АЗС по всей стране. Потому что, ну, во-первых, правительство сделало все, что могло, чтобы стимулировать этот дефицит и военными расходами, да еще и сокращением вот этой компенсации, так называемого демпфера для нефтяных компаний. Да и нефтяные компании, которые видят полную невыгодность реализации топлива на внутреннем рынке, переключаются на заграничную торговлю. Ну, что будет дальше? Дальше будет что? Начнут запрещать экспорт бензина и дистоплива. Результат. Нефтяники опять будут бойкотировать все это хозяйство, потому что внутренний рынок им совершенно невыгоден, они будут терять деньги на внутреннем рынке. То есть они меньше будут поставлять топливо. Значит, это опять дефицит, это опять рост цен. А если еще какая-то независимая компания, у нее есть автозаправочные станции, у нее нет своей добычи, у нее нет экспорта, она покупает топливо либо на бирже, либо на нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит крупной компании. Значит, она переплачивает там, а продавать вынуждена по той цене, которую ей правительство продиктовало. Ну, разумеется, она будет обанкрочена. Аминь, я предлагаю посмотреть результаты нашего опроса, опроса наших пользователей телеграм-канала утро февраля. Ощущают ли они на себе подорожание? Давайте глянем. 46% отвечают, что пока хватает, но вынужден экономить. 32% едва свожу концы с концами. 4% готов терпеть ради Путина и Родины. 9% уже залез в заначку. 9% денег достаточно, ни в чем не нуждаюсь. То есть большинство имеет проблемы, и треть имеет серьезные очень проблемы. Я уже задавал вопросы неделю назад нашим гостям, экспертам. Знаете, просто на ум приходит, ну, не менее, скажем так, тоталитарное, может быть, даже в чем-то более тоталитарное пока есть государство Китай, Китайская республика, знаете, даже при всем авторитаризме, тоталитаризме Си Цзиньпиня там, знаете, вот каждый день на вот именно экономической почве в Китае десятки, если не сотни проходят разных бунтов, таких, знаете, на уровне села, поселка, там, маленького городочка в регионах и так далее. А вот в России этого нет. Во-первых, почему, как вы считаете, то есть, и можно ли предположить, что все-таки россияне наберутся смелости и переберут опыт своих китайских товарищей, и начнут немножечко более, знаете, не ограничиваться этими опросами, а вот выходить на улицы? Ну, мне трудно это представить пока, потому что я вижу, что, ну, даже случаи массового недовольства, выхода на улицу, ну, в последний раз я помню по Хабаровску, если помните, такие, относительно давно уже. Ну, несколько лет, сколько я не знаю, пять лет. Да, и тогда правительство решило, а давайте посмотрим, что получится, вот если не подавлять их силы, вот эти выступления. А они взяли да затихли постепенно. То есть, как-то так поняли, что ничего особо с этим сделать нельзя, никто не реагирует на выход на улицу, на демонстрации, на лозунги, на плакаты, на все остальное. Это же не забастовки. Вот революции, вы понимаете, вот я наблюдал революцию в Иране, там прямо изнутри. Но вот перспектива падения шахского режима, она когда получилась? Когда к движению примкнули те, кто бастовал, бастовал на предприятиях, вот на промышленных предприятиях, в нефтедобывающих предприятиях. А забастовали они тогда, когда начали бастовать чиновники в Тегеране, интеллигенция, так называемая, и перестали переводить деньги туда, для того, чтобы платить зарплату. И тогда эта революция стала пролетарской. Вот тогда прямо, я не знаю, как получится, вот без забастовок, без выхода на улицу, без прекращения финансового объема между центром и регионами, вот я этого никак не вижу пока. То есть, на мой взгляд, население живет прямо в лагере, в обстановке не только лжи все проникающей, но еще и в обстановке страха. Потому что мы видим, что происходит с людьми, когда они просто не так думают, как полагается, по мнению начальства. Страх – это страх. И готовы сколько-то еще терпеть, пока еще хватает на пропитание, но не выходить на улицы и не рисковать жизнью, свободой и так далее. Я не знаю, когда вот эта подушка безопасности для властей может истончиться настолько, что будет невозможно сдерживать недовольство. Ну вот, Михаил, вот как раз по пропитанию и связать это воедино с темой дефицита горючего, вот образовавшийся в России дефицит этого горючего, собственно, может остановить уборку урожая и сев азимых. Заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По его словам, еще неделю назад шла речь лишь о высоких ценах на топливо, сейчас же ситуация усугубилась. Он отметил, что Минсельхоз обратился за помощью к Минэнерго. Также ведомству приходится в ручном режиме работать с нефтеперерабатывающими заводами и в каждом регионе искать топливо для сельскохозпредприятия, поскольку решать проблему нужно экстренно. Ну и в связи с этим Патрушев предложил временно запретить экспорт нефтепродуктов до стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Проблема с топливом, кричащая, ею надо всем заниматься. Но вообще экспорт нефтепродуктов, это о чем речь? То есть он реально сказал о повальном запрете, насколько это вообще возможно? И как это увязывается с тем, что Россия продолжает блокировать вывоз украинского зерна? Надеюсь, что таким образом уже это привело к поднятию цен на зерновые, и Россия является, наверное, первым, если не ошибаюсь, экспортером этой продукции. Нет, мы видим, что экспорт российского зерна тоже затруднен. Еще с прошлого года там огромные запасы остались. Зерна не проданного, не экспортированного. По-моему, были цифры, вот перед тем, как компания по экспорту снова возобновилась, сезонно возобновилась, там что-то 21 миллион тонн остался. Цены на это зерно падают со страшной силы. То есть невозможно будет производителям зерна окупить свои расходы, тем более, что дорожает или отсутствует топливо. Все труднее и труднее экспортировать через Черное море, потому что владельцы судов боятся туда заходить в связи с военной обстановкой, с напряженностью в этом регионе. Страхование судов, заходящих в Черное море, увеличилось так, что стало невыгодным поддерживать какие-то перевозки не только нефтепродуктов и нефти, но еще и зерна и других экспортных товаров российских. То есть война делает российскую внешнюю торговлю все менее и менее легкой. То есть затрудняет ее как только можно. Я здесь с Патрушевым-младшим согласен в том, что положение-то аховое. И хотя из других частей правительства раздаются голоса, что нет у нас никакого топливного кризиса, все нормально. Но что придется? Вот он говорит, точечные воздействия на нефтеперерабатывающие заводы. Это как? Вводить военное управление на каждом нефтеперерабатывающем заводе? Но ставить туда часовых, заставлять их перерабатывать нефть и продавать ее на внутреннем рынке, тогда придется по всей цепочке до промыслов, где добывается эта нефть вдоль всех нефтепроводов, тоже ставить какую-то охрану часовых, чтобы там продолжалась добыча нефти, не только переработка ее. Вот как они собираются вводить военное управление, запретив экспорт этого, а от экспорта все-таки опять же какие-то деньги в российский бюджет шли, идут. Ну давайте запретим сейчас вот этот экспорт и будем насыщать страну топливом с помощью, ну, путем введения военного положения на НПЗ. Ну, Михаил, вот это военное положение всегда очевидно пытаются и, по крайней мере, делают такие пропозиции в отношении налогов, ввести, собственно, военное положение по налогам. И вот российский депутат-коммунист, собственно, предлагает повысить налоги россиянам в два раза. Правительству следует поднять налог на доходы физических лиц, чтобы собрать триллионы рублей на войну. Такую идею высказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Арефьев. По его задумке, шкала НДФЛ должна стать прогрессивной, а максимальную ставку с нынешних 15% следует увеличить до 30%. Что это такое? Это обычный популизм? Или они реально считают, что они могут без каких-то серьезных последствий для внутренней стабильности сделать это и повысить в два раза налоги? Ну, привычная революционная безграмотность вот в данном случае коммунистов это все отобрать и поделить. Вот тогда будет все хорошо. И поставить по-часовому, который будет наблюдать за тем, что правильно отбирают и справедливо делят, якобы справедливо делят. Ну, это уже проходили. Это был военный коммунизм. Это была там замена продразверстки, продналогам. Продразверстка была. Раскулачивание было. Но все это уже проходили. Давайте вернемся вот к этому, предлагают. Ну, что из этого хорошего получится? И сейчас экономика в тяжелейшем положении. А что дальше будет? Михаил, буквально, если я хотел уже вас отпускать, но, опять-таки, я назвал вас как востоковеда. И все-таки в контексте, вот очень коротко, вот уже со дня на день должен сесть в свой бронепоезд Ким Чен Ын и направиться на Владивосток, на Тихоокеанское сборище, встретиться с Владимиром Путиным. Как вы думаете, кто... Кому больше нужна эта встреча? Что ждет Россия от Северной Кореи? Кроме того, что на поверхности лежит, и мы знаем, да, оружие, как бы, но что нужно сейчас, в частности, северокорейскому лидеру, и получит ли он это? А мы смотрим как-то, по-моему, не в той системе координат на подобные встречи. Во-первых, Россия чрезвычайно зависит от Китая. И не меньше, чем Россия, а может, даже больше, чем Россия, Северная Корея тоже зависит от Китая. Вот я представляю себе китайского руководителя, который сидит и с глубочайшим интересом наблюдает подготовку к такой встрече, двух собственных марионеток. Вот что из этого получится? Ну, я не знаю. Тут надо посмотреть, как Китай на это пререагирует, и какие сделки он может благословить. А без его согласия, я думаю, что вообще никакое сотрудничество этих двух стран, то есть Северной Кореи и Российской Федерации, невозможно. Другая система отсчета. Возможно, в следующей неделе уже будем иметь более ясную картинку того, все-таки, что, о чем договорились лидеры, да, и какая роль тут Китая. И, несомненно, Китай будет тут слоном, знаете, это не слоном, а мухой на стене. То есть, есть такое американское выражение, да, без него, разумеется, подобные встречи без благословения не будут иметь должных результатов. Это без сомнения. Спасибо большое, что были нашим гостем. Михаил Михаил Крутихин, экономический аналитик и специалист по нефтегазовому рынку, был с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова